Наука и инновации, а также вовлечение молодых людей с самых ранних лет к научным разработкам стали темой расширенного заседания Гродненского областного научно-технического совета. В частности, особое внимание уделили развитию технопарка, который совсем скоро разместится в обновленном здании по улице Господарчей в Гродно. Сегодня наука выходит за стену университетов и к задачам развития инноваций и совершенствования технологий прибавляется реализация идей, возможность их коммерциализации. Среди прочего, именно такой прерогативой и будет оплодать научно-технологическая инновационная площадка технопарка. Ученые – это особые люди, у них много идей, они могут эти идеи и эти разработки создавать, но у них, скорее всего, и, наверное, это не их дело, у них нет этой коммерческой жилки, будем так говорить, для коммерциализации своих научных разработок. И это не их дело, это как раз будет дело научно-технологического парка. Технопарк станет не только научной платформой, но еще и подспорьем для бизнеса. Современный мир требует не столько непосредственно идей, но и их практической реализации с перспективой положительной коммерциализации. Для этого, к слову, у научно-технологического парка есть ряд возможностей. Его резидентам предоставлены определенные налоговые льготы, доступ к ресурсам, сопровождение деятельности. Так, считают в Совете, наука Гродничины может быть более практикоориентированной. Планируется, что технопарк начнет свою активную работу в собственном помещении уже 1 сентября 2018 года. Вместе с тем, считают специалисты, интерес к научной деятельности и предрасположенность к этой деятельности следует начинать развивать у детей с совсем юного возраста, едва ли не с детского сада. А потому на заседании также обсуждали концепцию того, каким может стать еще один амбициозный проект – детский молодежный технопарк при Купаловском ВУЗе. Когда мы стали разрабатывать концепцию, создавать бизнес-план научно-технологического парка, условно говоря, взрослого, мы поняли, что для того, чтобы потом появились вот эти инициативные резиденты научно-технологического парка, люди, способные коммерциализировать свои научные разработки, необходимо этому учить именно с детства. Мы считаем, что действительно это должен быть социальный проект в первую очередь, что возможность в реализации своих разработок, мы должны выявлять детей, ну, так сказать, в юном возрасте, будем так говорить, в детском садике, потому что мы вообще говорим, что дети от 4-5 лет могут быть потенциальными участниками каких-то секций молодежного детского научно-технологического парка.